Доброе утро! Пустыми руками? Пришли с крупными кошками. А это самые крупные кошки? Ну, это одни из самых крупных пород домашних кошек, но это не самые крупные экземпляры этих пород. Давайте представим наших гостей телезрителям. Ну, вот этот вот кот, его зовут Джан, ему 4 года. Вот он уже, в сути, закончил свою выставочную карьеру, он был в свое время победителем выставок, он много раз становился лучшим в своей породе на самых крупных выставках. Вот. Как называется порода для тех телезрителей, кто не знает? Это кот, порода Мэйн-Кун или американская енотовая кошка. А за кадром мы спросили, цельный ли это размер? Говорят, нет, еще котик будет расти. Ну, полностью сформированный Мэйн-Кун, это 4-5 лет, как минимум. 4-5 лет. А вообще никакого веса в среднем, какого, не знаю, роста в холке? Ну, на самом деле, вы задали сейчас самый распространенный вопрос на выставках, то есть там обычно три вопроса. Сколько весит, сколько ест и какой возраст. На самом деле, взрослый Мэйн-Кун это 10-12 килограмм, ходят легенды о 18-килограммовом Мэйн-Куне, но его никто не видел. А до скольки они живут? Как обычные кошки. Это абсолютно как обычные кошки? Они обычно есть, там, немножко специфичные какие-то проблем со здоровьем, связанные именно с размерами, то есть могут быть проблемы с сердечно-судистой системой, могут быть проблемы с суставами, но это все генетически устранимо. Вот, а выставка называется Wild Wild Cats, дикие-дикие кошки. Насколько Мэйн-Куны, они такие социализированы, насколько они готовы подпускать к себе людей, потому что он ведь, он ведь может же и загрызть, судя по размеру. Обаивает. Не знаю, сможет ли он загрызть. Вообще, у Мэйн-Кунов, конечно, такой грозный взгляд, как бы из-под лоби и большие рыси, такие кисточки на ушах, наверное, внушают не какое-то недоверие, испуг. На самом деле, это кошки очень ласковые и добрые, абсолютно хорошо относятся и к детям, и к взрослым, очень коммуникабельные и общительные. Людмила, представьте, кто у вас на колене. Это кот сибирский по кличке Алекс, окраса блюда Би-Пойн, то есть с голубыми отметинами. Еще их называют Невские маскарадные. Ага, вот оно что. Ну вот, ему-то вообще хорошо. Он прямо звезда. Я знаю, что вы судья, вы знаете правила, как оценивать котов, кошек. Вот скажите, по каким параметрам, например, можно выбрать лучшего сибиряка? Ну, лучшего сибиряка или лучшего представителя другой породы выбирают по параметрам стандарта. То есть на каждого зверя есть свой стандарт. Там прописано какого размера, формы, цвета, длины, все стати. Хвостик, шорстка, глазки, ушки, носик, там и все прочее. Поэтому зверь, как правило, сравнивается не со своим конкурентом, он сравнивается со своим стандартом, насколько он ему соответствует. Чем ближе он к своему стандарту, то есть к идеалу, тем выше у него место. А у котят тоже есть стандарты? То есть вот выбирая котенка, есть какой-то список, с которым можно свериться, посмотреть? Насколько он хорошо развит для данного возраста? Правильно, пропорционально развит. У него на лапках, я смотрю, какая-то дополнительная шорстка. Это вот особенность как раз сибиряков? Нет, это особенность многих полудлинношорстных кошек. И пересиски, кстати, в том числе. В принципе, вот эти пучки шерсти между пальчиками на лапках, они выполняют защитную функцию для того, чтобы в холодную погоду, особенно в зимнюю, снежную погоду, защищать лапки. Как здорово. А давайте про выставку поговорим. Давайте. А на выставке кто будет, кроме сибирских и кроме майн-кунов? Какие еще породы будут? Что там, может, трюки? Трюки. Да, выставка будет по двум системам. По европейской системе выставляются только майн-куны и сибиряки. По системе американской выставляются все породы, абсолютно какие только пожелает заявиться. И даже там выставляются породы, которые не признаны по этой системе. Трюки у нас будет Бэби-шоу. Это конкурс маленьких котяточек. Они соревнуются по своим внешним данным, а также они будут соревноваться в соревнованиях отживити. То есть в биг-сперпятствии. Поэтому можно прийти и посмотреть. Кроме этого, у нас будет соревнование для всех возрастов, по возрастным группам. Это так называемая битва котов. То есть каждый с каждым будет соревноваться. Каждый выходит в паре на сцену. И выигравший выходит вновь и вновь и вновь и вновь. То есть сразу видно, который кот побеждает, потому что он вышел много раз на сцену. Все понятно. Ну здорово. Где когда? Еще раз, подожди сейчас. Где когда? 22-23 февраля на Куйбышево, Атриум, Палас, Отель. Спасибо вам огромное. Ну здорово, да. Спасибо, что пришли. Напомним, у нас в гостях были Александр Трекин и Людмила Гордеева со своими питомцами. Мы продолжим нашу программу сразу после короткой рекламы.